На дне глубокого оврага, среди ветвистых дубов и высоких лип, много веков назад провела себе дорогу крошечная речушка Мецна. На высоте 150 метров над уровнем моря, там где Мецна впадает в лужу, и встал город Мценск, центром Мценского района Орловской области. Вот описание Мценской крепости, датированное 1677 годом. Гора Самород, вышину от реки Зуши до городовых стен 15 сажен, с другой стороны от речки Мецны до городовой стены 16 сажен. На той горе город Дубовый, рублен в две стены, в том городе башня, караульная, брусиная, рублена в четыре стены. Традиции своего города жители Мценска чтут и уважают. Вот одно из мест, где природа переплетается с историей гора Самород. Историческое место, место основания нашего города, место, где когда-то стояла Мценская крепость, которая в свое время была одной из сильнейших крепостей на юге Московского государства. Опять же, это набережная, набережная, где раньше была пристань, на которой работала большая часть города Мценска. И вот надеемся, конечно, на то, что этот проект будет реализован. В период подготовки к конкурсу проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, жители Мценска проголосовали за обновление набережной реки Зуши возле горы Самород. Проект благоустройства подготовил архитектор из Орла, директор Центра компетенции Орловской области по вопросам благоустройства городской среды Роман Блажевич. Архитектурная концепция комплексного благоустройства учитывает особенности исторического развития, охранный статус и функциональные характеристики территорий. Интенсивность пешеходных потоков обеспечивает комфортное пребывание посетителей, говорит он. Данное место меня заинтересовало с той позиции, что это самое, скажем, сердце города, это его история, прям в самом первонзаданном виде, это сердце Мценска. Отсюда началась жизнь в принципе самого города, древнейшего города с богатейшей историей. В нашем проекте мы хотели бы, скажем, сделать такую среду, которая будет подчеркивать аутентичность этого места, сделать его исконным, таким, какой оно было изначально, не нарушая его инородными элементами, а дополняя, скажем, ну, какими-то соответствующими современными, вернее, прошлого стиля элементами. Таким образом, сейчас хотелось бы отметить, наш проект называется «Благоустройство набережной реки Зуши правого берега и самой горы Самород». Проектом подразумевается благоустройство комплексное созданием новых функциональных зон, которые будут разворачивать, скажем, социокультурное программирование территории в дальнейшем. Это наполнение событийностью, это люди, ну, когда должны люди вносить новую жизнь в это место. То есть это торговля, ну, какими-то местными, там, пациентское кружево, или там местные хлебопекарные изделия, там, ручного помола. То есть какие-то вещи, которые производятся непосредственно в этом месте, они должны показывать идентичности и показывать индивидуальность этого места. То есть сама гора остается, вокруг нее делается инфраструктура? Совершенно верно. Мы создаем инфраструктуру, создаем благоустройство, которое позволяет людям, в принципе, ну, хотя бы минимум приобретать доступность этой территории. Потому что сейчас, как мы можем видеть, ну, проблематика места очевидна. Туда просто не добраться. Вот. Мы создаем инфраструктуру, мы создаем, первое, это парковочные места для автобусов, автомобилей, для туристических автобусов. Вот. Создаем покрытие, скажем, ну, дорожно-тропиночной сети. И что очень важно, это покрытие является гранитной отсыпкой, потому что гора является очень серьезным памятником археологическим федерального значения. Мы не можем изменять ее геометрию как таковую. Создаем благоустройство, встаем зоны отдыха, создаем освещение. То есть, это очень важно, потому что вечером, ну, здесь просто банально небезопасно. Некомфортно, люди сюда не идут. Вот. Таким образом, скажем, создавая более комфортные условия, создавая новые функциональные зоны и возможность доступа масс населения в это место, мы предусматриваем, скажем, ну, более усиленный потенциал этой территории. Как показали общественные слушания, вот, в принципе, вот, сам процесс, ну, скажем, обсуждения, люди хотят там быть, люди туда ходят. Ну, если были бы возможности, скажем, делать это более, ну, удобно и комфортно, они бы делали это чаще. Моценская земля богата талантливыми, активными и творческими жителями. Они полны новыми идеями и задумками. На городской сессии общественного проектирования амчане предлагали свои идеи, спорили, обменивались мнениями, как сделать город лучше. Один из важных критериев конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений – степень участия общественности и экспертов на всех этапах подготовки и реализации проекта. Важность проекта, в первую очередь, заключается в том, что у малых городов появляется возможность, в принципе, заявить о себе, о той, скажем, идее, которую в нее закладывает архитектор, не говоря уже о том, что, в принципе, они получают возможность реализовать эти идеи. В принципе, все города, которые участвуют сейчас, и регионы, которые участвуют в этом конкурсе, проходят тот или иной этап отбора. И, соответственно, на основании этого комиссия принимает решение о положительном либо отрицательном ответе на итоги этого конкурса. В данном случае мы готовим нашу заявку по всем правилам и в соответствии со списком, скажем, требований конкурса. И надеемся на хороший результат этой заявки. Амчане задали автору проекта интересующие их вопросы и оставили свои многочисленные предложения и отзывы, а затем своими выводами поделились с нами. Проект, он должен быть в связи с тем, что исторически ценно это место. И не только, если брать XIII век и все остальное, это военное, там изначально были рубежи, те, которые защищали Великую Отечественную войну. И я считаю, что этот проект должен быть. Всем он очень нравится, всем нравится место. И это говорит о том, что оно выбрано правильно. И действительно, я бы хотел это немножко дополнить тем, что в Амценске есть такая осевая улица Ленина, которую можно начать от торговых рядов, которые, конечно, хорошо бы перекрасить в какой-нибудь прежний цвет, менее веселый, и до реки фактически. Вот эта улица, которая может привлекать массово туристов к устройствам, которым можно заниматься, ставить фонари, лавочки, обустраивать какие-то фонтаны, пешеходные дорожки, все что угодно. И от нее будет переход, который есть в проекте, через реку к горе Самород, что сделает ее более популярной, потому что действительно мы видим много народу в парке, за счет того, что там тень, там сотни тысяч детей. Мы видим много народу вечером на этих площадях, на центральных, и мы не видим людей, к сожалению, на горе Самород, куда мы сегодня тоже приезжали со всеми экспертами. Наверное, это связано с тем, и так нам объяснили тоже, что она труднодоступна для жителей. Поэтому действительно, если сделать такую переправу через реку, она будет более популярной у жителей, потому что действительно это романтическое место, с лучшим видом на город, место для каких-то и деловых встреч, и для фото на фоне города, и для того, чтобы туристов туда привезти. Но есть транспортная проблема. И одна из задач проектов, которым мы обсуждаем, решить эту проблему. Так что правильное место, правильная улица, в которой можно расширять дальше этот проект до территории, так сказать, медицинской администрации. Но требуются доработки. И тогда есть все шансы получить финансирование, о котором все мечтают, и сделать медицинск красивее, привлекательнее для туристов. И чтобы он занял свое более достойное место среди красивых городов Орловщины. Как представитель общества охранным памятникам, могу сказать, что это археологический объект федерального значения. Конечно, строительство каких-то объектов недвижимости там не может быть предусмотрено. Но, тем не менее, благоустройство набережной, благоустройство смотровых площадок с использованием каких-то деревянных элементов, это было бы здорово. С точки зрения туризма могу сказать, что город Нценск – это, безусловно, литературный центр. Здесь город связан и с Тургеневым, и с Лесковым, и с Фетом. И, на мой взгляд, экспертов Минстроя в первую очередь может заинтересовать именно это направление. Тем более, что город Нценск находится фактически посередине потенциального межрегионального туристического маршрута. Здесь сравнительно недалеко находится, как мы знаем, Спаска Ультовинова, усадьба Усыпальница Фета. Недалеко, на границе фактически с Орловской области, находится музей Никольско-Вязьминская, филиал Ясной Поляны. Рядом также недалеко находится село Тургеневское, где находится музей отца писателя, отца Тургенева. Поэтому вот это место, это гора Самород, было бы замечательным местом притяжения. И, мне кажется, это один из самых таких интересных объектов, которые можно будет подать на конкурс Минстроя. Гора Самород – это наш главный такой, наш исток нашего города. Поэтому целиком и полностью голосую за этот проект. Я его видела уже у Андрея Геннадьевича по прошлому году. Вы знаете, еще небольшое такое вступление, очень отступление. Хотелось бы сказать, что подъем на гору Самород очень тяжелый. И вот над этим надо, наверное, еще отдельно поработать, потому что в слякоть туда не подняться. Если жара, то это такое пекло, что тоже очень тяжело. Это на самом деле подвиг, чтобы подняться туда и еще дойти до церкви. Наверное, какое-то крытое надо там еще делать, крытый подъем, хотя бы для тех, кто в возрасте. А еще, я уже говорила на этом обсуждении, через мост у нас есть пристань. Там немножко осталось. Есть развалины от той пристани, которая тоже была градообразующим когда-то местом, потому что до постройки железной дороги Мценск очень бурно развивался. У нас отсюда вывозилось громадное количество товара. Сколько бурлаков было раньше же, не было такого транспорта, как в современное время. И все это были рабочие руки. И отсюда мало кто уезжал, потому что есть, было где заработать. И я думаю, если мы сделаем сейчас проект вот этот, вот выиграем с этим проектом, то в дальнейшем мы сможем и дальше что-то раздвигать. Набережная эта, если будет, тоже будет замечательно для всех. В первую очередь и для жителей города, и для наших туристов. Ну что еще хочу сказать, что у нас город был знаменит водяной мельницей, которая стояла. И здание этой мельницы сохранило. Самой мельницы нет, но ее можно восстановить. Пусть не сразу, но восстановить. И там заезд сейчас, вот новый мост, у нас скоро сдается, построится мост через Стрелецкой слабады. Ну вот туристам будет очень удобно и заехать, и остановиться, домики поставить, такие щитовые для туристов. Ну и где мельница, будет молодая мука производиться, пирожки, блины. Все, что хотите. Ну вот, хотя бы вот с этого начать, это будет просто замечательно. Жители говорят, что они крайне заинтересованы в переменных и преобразованиях. Начало положено. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова